Что общего между нынешним президентом России и последним царем? Этот вопрос задает себе каждый посетитель новой экспозиции в галерее Щукино. Здесь глаза в глаза смотрят Владимир Путин и Николай II. Сопоставление двух образов российских правителей, разделенных одним столетием, главная тема выставки. Объекты художника – флаги. В изобилии представлены символы Российской империи. Советскую эпоху автор в буквальном смысле развалил. По триколорам скрываются герои «Новой России». На одном поле вырезаны из журналов портреты Березовского и Путина Талькова и Пугачевой. Образы Сочинской Олимпиады и Чеченской войны. Патриотизм – выходца из СССР или ирония американского гражданина? Я бы сказал, что она патриотичная, но ничего не верю, она заказная. Видно, что заказная. Не потому, что я против грузинов ничего не имею. Автор этот проект – это он грузин, живет в Америку, почему-то вспомнил про Советский Союз, Россию. И что-то там я не видел. Ну, разные истории перехода России в Петр Первый. Я считаю, что это подвел какой-то там политический американский, чтобы сравнить, что Владимир Владимирович касается под царь. Или какая-то там будет, какая-то там императорство. Возможно, именно из-за этого американского подтекста российская сторона и отказала в визе художнику Дэвиду Датуна. По крайней мере, так объяснили его отсутствие на выставке пиар-менеджеры. Галерист же Николай Щукин просит отделять политику от искусства, прежде чем рассуждать об арт-деятеле Дэвиде Датуне. Ни под текстом, ни за текстом. Здесь нет никакой политики. Это, знаете, по большому счету, прожективный тест. Каждый видит то, что он видит в силу своей испорченности или изощренности и так далее. Наша галерея вообще принципиально аполитична, потому что мы работаем и в Нью-Йорке, и в Париже, и в Москве. И совсем неправильно ориентироваться политически. Мы занимаемся искусством. Можете себе представить Анищенко, который работает еще в Париже и в Нью-Йорке. Мы-то вообще ничего есть не будем, но и пить тоже. Таинственный панцирь, покрывающий экспозиции, сломанные оптические линзы. Весь этот дешевый расходный материал не помешал Дэвиду Датуне стать дорогим инсталлятором, который, как ведают искусствоведы, очень тонко чувствует время. Я думаю, что Дэвиду Датуне, которого я знаю как художника уже много лет, ему удалось поймать момент и время. Он видит историю такой, какая она есть сейчас с Путиным и какая она была с царем. Я думаю, у них есть в чем-то схожесть. Они оба. Путин сейчас, а царь в прошлом. Сильные личности, у которых было свое видение на время и историю. Выставка «Лицом к лицу» дает новый повод для размышлений. Возможность переоценить события столетней давности, задуматься над тем, какой след нынешняя власть оставит в истории.